Ну и теперь, ребята, Диакамы. У них прекрасно идёт развитие, с ними вообще нет никаких проблем. Из последних новостей могу отметить, что вот эти две камеры у них были полностью забиты скрытыми коконами. Теперь, видимо, колония разрослась и стала достаточно большой, и поэтому Диакамы вынесли все эти скрытые коконы на арену. Можете посмотреть, сколько на арене теперь лежит этих коконов. Поэтому сейчас первым делом мы эти коконы уберём, остатки от коконов, ну и потом увлажним, поменяем поилочку и покормим наших муравьёв. Давайте теперь попробуем выгнать всех муравьёв, которые ходят на арене, с арены, загнать их в формикарий, закрыть вход на арену ваткой и пропылесосить вот этот вот мусор. Делаю я это в основном дуновением, дую, и в принципе это работает. Ну и можно немножко ещё постучать по самой арене. Субтитры подогнал «Симон» Так и не получилось у меня всех выгнать, поэтому сейчас попробую аккуратно пылесосить, не засосав вот этих вот муравьёв, которые остались. Здесь у нас четыре Диакамки бегают. Попробуем это аккуратно как-нибудь сделать. Попробуем это аккуратно. 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 В общем-то, больше, я думаю, не стоит пробовать пылесосить, потому что все Диакамы находятся здесь. И если я попробую эту часть за пылесосить, то 100% они тоже все попадут в пылесос. Поэтому сейчас я это аккуратненько уберу уже пинцетом. Ну и немножко протру саму арену, потому что она здесь такая немножко запачкавшаяся уже. Поэтому сейчас давайте попробуем аккуратно пинцетом убрать оставшуюся часть мусора. Стекла я протираю обычными чистящими салфетками для компьютера. В принципе, никакого отрицательного эффекта как на муравьях, так и на самом акриле я не заметил. Так как этим муравьям необходим субстрат для окукливания, я подсыплю немножко кокосового субстрата. Вот, наверное, вот в эту зеленую часть. Так, теперь надо достать нам пробирку и наполнить ее водой. Пробирка, вы видите, что все воду они выпили, поэтому необходимо пробирочку нам обновить. Так, возвращаю поилку на арену, на ее излюбленное место. Вот, ну и теперь можно открыть уже вход в формикарий, чтобы муравьи смогли выйти на арену. Так, одна диакама осталась здесь. Давай, прыгай сюда на веточку. Давай, 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 давай. Даже не одна, даже две. Ну что-то тут конкретно зацепилось. Вот все. Вроде все диакамки у нас. Так, теперь, теперь увлажним формикарий. Увлажняю я по 4 миллилитра. Наливаю один раз в неделю вот сюда вот, в центральное гнездо. В центральное гнездо, не гнездо, а камеру для увлажнения. В центральную часть гнезда. Ну, теперь осталось покормить. Кормлю я их туркменскими тараканами. И примерно бросаю я около 2-3 тараканов. Это им хватает на одни сутки. Но бывает так, что я кормлю их не каждый день, а кормлю через день. Кроме этого, я кормлю еще их сахарным сиропом. Иногда им перепадают и фрукты. И поехали. Раз. Два. И три. Думаю, трех туркменских тараканов будет достаточно. Так как паилка у нас пересохла, можете посмотреть, что вот в этой части формикария начинает проступать вода, и диакамы активно начинают ее пить. Прям такой, как водопой получился. Я думаю, сейчас видно более-менее нормально. Вот диакамы все выстроили здесь в ряд и пьют ту воду, которая у них просачивается между щелями в акриловых плитах. Ну, а на арене активно идет охота на туркменских тараканов. Следующие у нас на очереди – это пробковые муравьи, колобобсисы. И они сейчас находятся у меня на зимовке. Из последних новостей я объединил эти две колонии. Да-да, прям целиком заморозил ту старую свою колонию и положил на арену пробирку с новой колонией. Колония нормально, успешно объединилась. И недельку они у меня уже зимуют, потому что расплод у них перестал особо развиваться. Поэтому я их решил отправить на зимовку. Зимовку я буду делать около четырех месяцев. Ну и здесь раз в неделю обязательно я увлажняю формикарий и капаю им немножко сироп на вот такую вот импровизированную тарелку, которую я поставил поближе к входу в гнездо. Увлажняю я где-то около четырех миллилитров воды. Сбоку у нее здесь есть отверстие специальное для увлажнения, камеры увлажнения. И сюда я заливаю четыре миллилитра воды. Сейчас, чтобы их долго не держать, быстренько капнем сюда сиропчик и после этого уберем назад эту колонию в холодильник на зимовку. Так, накапываем сюда немножко сиропа и уберем эту колонию в холодильник. С этой колонией все. Дальше на очереди у нас пауки. У меня живет дома Фрин. И еще один появился паук. О нем я сниму видео. Это Брахипельма Вагас. Видео по-любому выйдет. Вот он здесь у нас находится. Ну а Фрин, естественно, что он прячется у нас за корягой. Здесь тоже достаточно стандартная процедура. По-любому надо будет раз в неделю увлажнять субстрат. И кроме этого, необходимо раз в неделю давать им по туркменскому таракану. К сожалению, у меня распрыскивалка сломалась, поэтому сейчас я просто полью немножко со шприца. Добавлю, может, так воды. У одного и второго у меня стоят поилочки. Поилочки я тоже наполню. И после этого мы дадим им туркменского таракана. Распрыскиваем немножко воду. В таком произвольном порядке. Обычно я еще и наливаю дополнительно воду в сам террариум. Она впитывается, неплохо впитывается субстратом. И держится там определенная влажность. Влажность у меня держится там около 90%. Сейчас я наполню еще поилочку немножко водой. Так, здесь мы, в принципе, закончили. Осталось только его будет покормить туркменским тараканом. Ну и наша брахипельма. Брахипельма вагас. К сожалению, здесь со светом у меня не все хорошо. Но оно находится здесь. Сейчас я попробую свет по-другому еще поставить немножко. Брахипельма накопала себе здесь нор. И это паук земной, поэтому он копает активно здесь всякие себе убежища строит. Сейчас немножко мы увлажним этот импровизированный террариум. И после этого покормим ее туркменскими тараканами. Так, сейчас закинем им по одному туркменскому тараканчику. И я думаю, этого будет вполне достаточно. Раз в неделю, в принципе, я им даю по одному туркменскому таракану. Так, этот тараканчик для брахипельмы. В принципе, процесс охоты происходит очень быстро. Следующего таракана закинем нашему фрину. Так, вот я поймал одного туркменского таракана. И сейчас посажу его на коряжку. Единственное, я сейчас приготовлю сразу стекло, чтобы закрыть. На всякий случай, чтобы он меня тут не упрыгал никуда далеко. И сразу закрываем стеклышком. Все, все готово. И переходим к огненным муравьям. Ну что, ребята, наконец-то мы добрались до огненных муравьев. У этих муравьев я вам покажу, как я убираюсь на арене. Мы покормим их и поменяем у них поемочку. И да, конечно, мы увлажним основную часть гипсовую, которая находится у нас через одну камеру. Следующая камера у нас земляная. И потом уже идет гипсовая. Пока особых проблем с этими муравьями у меня не возникает. Единственное, что я могу сказать, что необходимо следить за побегами этих муравьев. Потому что они всегда что-то копают, всегда что-то пытаются прогрызть, вылезти. И есть ряд проблемных вопросов. Это вот эти вот боковые части. Здесь они все постоянно пытаются грызть. Вверх у меня здесь весь залит термоклеем. Но даже в термоклее они умудряются прогрызть дырочки. И, например, в крышке гипсового формикария, вот я сейчас вставляю в видео, чтобы вы посмотрели, они активно, периодически прогрызают термоклей и ползают под верхней крышкой. А сейчас я вам покажу, ребята, процесс уборки на арене у этих муравьев. Убираюсь я при помощи пылесоса. Делаю я это где-то два раза в месяц, не особо часто. И поэтому эта уборка, которую я вам сейчас покажу, была где-то месяц назад. Предлагаю немножко ее посмотреть. И дальше продолжим ухаживать за огненными муравьями. Продолжение следует... 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 Вот такой вот процесс уборки у нас получился. При этом, конечно, небольшое количество... Ну, соизмеримо с огненными муравьями, небольшое количество этих муравьев засасывается. Но существенного ущерба для колонии не наносится. Еще я могу отметить, что после того, как я начал кормить так называемыми галышами, мышками, то количество муравьев на арене заметно снизилось. И, в принципе, видите сейчас, что количество умеренное. Не так, как обычно бывает, прям как волны напуевы муравьев. Продолжение следует... Как же я с этим хочу бороться? Ну, во-первых, я хочу... Вот у меня здесь видно, трубочка идет от одного формикария от песочного, от земляного к арене. Я хочу эту трубку сделать не такую вот, около 10 см, а попробую сделать ее 5-метровой. Возможно, это частично решит проблему с тем, что огненные муравьи все пытаются грызть, везде пытаются проникнуть на арене. Хотя в земляном формикарии этого не происходит. Поэтому, наверное, пока попробую так, удлинить вот эту вот трубочку до 5 метров и посмотреть на то, как будут реагировать на этом уравне. Кроме этого, из ближайших расширений, которые я продумываю, это добавить еще один такой же гипсовый модуль. Так, ну что, теперь давайте первым делом мы поменяем у них поилку, потому что вы видите, что вода уже в ней закончилась. И после этого нам еще надо будет промазать немножко тальком вот эти вот места, которые они успели прогрызть за неделю. И дальше покормим муравьев и увлажним формикарий. Итак, как же достать нам поилку, которая сейчас наполнена муравьями? Я обычно использую обычную банку с водой. Открываем верхнюю крышку. И после этого, видите, что сразу реакция муравьев на то, что мы открыли верхнюю крышку. Почувствовали они, что пошел свежий воздух сюда. Вот. И я беру саму поилку и быстро погружаю ее в емкость с водой, для того, чтобы те муравьи, которые находятся в этой пробирке, они не поползли никуда, не расползлись. Вот таким вот образом я вынимаю всегда поилочку. Вот. Теперь можно ее нам вынуть, вытащить отсюда ватку, залить кипяченую воду и поместить ее обратно на арену. Здесь уже я рекомендую достаточно плотно свернуть ватку, для того, чтобы они за один день не прогрызли вату, вся вода не вылилась на арену, поэтому необходимо плотно-плотно ее скатать, плотно сжать и уже только после этого засовывать в пробирку. Она у меня пластиковая, вот, потому что она такая достаточно компактная, мне понравилась и поэтому я решил использовать ее. Плотненько-плотненько туда засовываем ватку, немножко можно туда еще подтрамбовать. Вот. И после этого лишнюю воду сейчас я вылью. Можно помещать ее на арену. Все. Теперь развожу тальк и начинаем замазывать те части на арене, которые уже без талька, где огненные муравьи уже этот тальк счистили. Берем тальк, насыпаем его в такую вот импровизированную тарелочку, этот шприц у меня с водкой, я разбавляю именно водкой, а не спиртом, и заливаем немножко сверху в тальк, и потом все это дело мы перемешаем. Для этого я использую кисточку, которая была погрызена многократно детьми, вот, но в своей функции она продолжает выполнять. Размешиваем до средней конституции, не надо делать слишком жидкое, но и не надо делать слишком густое. Делаем что-то среднее, вот, сейчас получше перемешаю, достаточно получилось мне, наверное, еще густовато. Сейчас я еще добавлю немножко водочки, вот, и теперь сейчас попробую, что у меня получится. Ну, в принципе, нормально, сейчас еще немножко помешаю. Вот, получилось у меня, в принципе, не так жидко, но и не так густо, то есть что-то среднее. И начинаю наносить на проблемные области, иначе там уже муравьи активно на той стенке начинают выбираться. Так, наносим с этой стороны, потому что когда я нанесу, тальк будет мокрый, и они по тальку спокойно смогут перебираться у нас, выбираться из арены. Сейчас я такие вот проблемные места еще промажу получше. И надо делать это поактивнее, потому что, как повторюсь, вот, тальку по мокрому, они спокойно могут подняться и выбраться из формикария. По нему они хорошо ходят. Только после того, как талька высохнет, они уже не смогут по нему ползать, будут соскальзывать. Поэтому здесь сейчас мы активненько быстро промазываем, еще промазываем верхнюю часть, которую они сгрызли. Можно туда еще переднюю часть немножко добавить. Посмотрим сейчас, где еще с задней стороны, там они немножко также у нас подгрызли тальк. Ну, и я думаю, что на этом все. Так, еще сейчас вот с этой стороны немножко я промажу. Все, надо поскорее закрывать крышку, иначе муравьи стремятся у нас наружу. Все, теперь колония у нас, так сказать, безопасность, а точнее не колония, а люди, которые окружают эту колонию безопасности. Но мы забыли сделать самое главное, забыли покормить. Кормить сегодня будем мы яблоком, сегодня не будет экстрима, не будет жести. Вот такие вот несколько, два почищенных диска яблока. Положим сейчас им на арену. Для этого опять мы откроем крышку. И положим на арену им яблочки. Я стараюсь чередовать белок вместе с какими-нибудь фруктами. Для того, чтобы колония получала все. И белок, и углеводы, и сироп также я им даю. Теперь плотно закрываем крышку. Ну и колония приступила к поеданию яблок, к питью воды. А мы переходим к гипсовому модулю и начинаем увлажнять формикарий у огненных муравьев. Ну что, ребята, вот гипсовый модуль, в котором проживает, я думаю, половина огненных муравьев. Вторая половина проживает в земельном модуле у нас. В принципе, в передней части вот здесь вот никогда не бывает много расплода, потому что весь расплод находится в боковых частях. Ну и кроме этого находится еще и снизу. Сейчас я вам снизу покажу. Ну а сбоку, наверное, я уже не буду его так особо здесь дергать, потому что вот это место у меня приклеено. И если эта трубка отвалится, то долго и упорно я буду собирать огненных муравьев по всей кухне. Так, давайте сейчас я вам попробую показать, что у нас находится снизу. Для этого сейчас я подключу еще одну лампу и направлю ее вниз. Так, вот я подключил вторую лампу. Постараюсь сейчас аккуратненько его приподнять и показать, что находится у нас снизу. Вот, не получилось у меня не перегнуть шланг. Вот, в принципе, видно, что большая часть расплода находится снизу в формикаре, но также еще и по бокам. И, конечно, расплод у них находится в земельной части формикаря. Как же я его увлажняю? А, достаточно просто. Единственное, надо всегда проверить, чтобы вот в этой части, между сеткой и верхней крышкой, не было муравьев. Открываем крышку верхнюю. Там, если вы помните, у меня находится сетка. Если вы не помните, сейчас я вам покажу. Вот, сеточка, которая у меня приклеена термоклеем. Ну и как же в этом случае увлажнять? А, очень просто. Я беру шприц с водой и через вот эту сетку наливаю просто воду и увлажняю верхнюю часть формикария гипса. Вот, ну достаточно где-то 5 миллилитров для них. Вот, и гипс увлажняется и, соответственно, распределяется по всему формикариуму. Вот, обязательно надо не забыть закрыть верхнюю крышку, иначе муравьи у нас в итоге все-таки прогрызают периодически, может где-то раз в два-три месяца. Вот, и необходимо этот процесс тоже отслеживать, чтобы они не съели также у вас верхнюю крышку. Вот, видно, что муравьи отреагировали на процесс увлажнения, затревожили, запаниковали. Читично я вам сейчас покажу еще земляной модуль. Что здесь могу ответить из новостей? То, что количество земли уменьшается, потому что выходы и входы в формикарий находятся на довольно-таки низком уровне. И если этот уровень приподнять повыше, то, возможно, это бы решило проблему. Но так, я думаю, что происходят завалы, и часть земли они выносят на арену. Поэтому, не знаю пока, как я с этим буду бороться, но что-нибудь придумаю для того, чтобы либо добавить сюда земли, либо поменять землю и установить какие-то гипсовые модули, для того, чтобы увеличить количество пространства, в котором могут жить муравьи. С огненными муравьями мы закончили, и теперь переходим к жукам. Ну что, ребята, переходим к жукам. Это личинки жуков-оленей. Они пока достаточно небольшие, но если сравнивать с тем, что было, были вообще малюсенькие-малюсенькие личинки, сейчас личинки, конечно, стали значительно больше. У меня 5 личинок, сверху лежат 3, ну и 2 закапанные где-то еще у нас тут снизу прячутся. Скоро я их планирую пересадить, потому что им уже здесь не так осталось много места. Сейчас я покажу, как я увлажняю у них субстрат. Делаю я это шприцом также. Немножко опрыскиваю субстрат с разных сторон, чтобы добиться оптимальной влажности для содержания этих насекомых. В скором времени, что я буду делать с этими личинками? Этих личинок я пересажу каждый в свой контейнер. В этом контейнере они уже смогут спокойно развиваться до стадии плечения кокона, сплетут кокон, и после этого на свет уже появятся полноценные жуки. Я надеюсь, что этот весь процесс мы с вами проконтролируем, посмотрим и потом постараемся, если у нас будет возможность, желание, попробовать добиться того, чтобы самка отложила нам сначала яйца, ну и потом появились также личинки. Посмотрим. В одном из ближайших видео я как раз-таки и покажу вам процесс, как я буду пересаживать, засыпать субстрат, делать, так сказать, отверстия в крышке, для того, чтобы поступал свежий воздух. Ну а сейчас, думаю, уже процесс увлажнения будем с вами заканчивать. Еще немножко я сбрызну субстрат. Будем закрывать крышку. Ну и перейдем к жукам-носорогам. Ну что, приступаем к жукам, к жукам-носорогам. Как вы видите, жуков на поверхности нет. Сейчас я расскажу о последних новостях с этим видом насекомых, которые у меня живут. Самка сейчас закопалась. Она, я надеюсь, сейчас откладывает яйца, потому что что-то подобное я уже находил в этом небольшом террариуме. Ну а самец, ребята, к сожалению, у меня умер. После небольшого эксперимента по кормлению этих жуков цитрусовыми, самец через сутки умер. Я думаю, все-таки дело было как раз именно в цитрусовых фруктах. Вот что меня радует, в отличие от муравьев, это то, что жукам можно придать вторую жизнь. Я немножко расправил жука, засушил, и вот что у меня получилось. Такая интересная рамочка, которую можно повесить на стенку, ну и наслаждаться этим красивым жуком. Снизу я сделал небольшую табличку. Ну, в общем, вот такая вот рамочка у меня получилась. Теперь она найдет свое достойное место на стене. Ну а что касается ухода, это где-то через неделю я его увлажняю, то есть раз в две недели. Поэтому сегодня мы увлажнять не будем, потому что я увлажнял в прошлый раз. Ну и кормлю, естественно, кормлю сейчас я только бананами, и кормлю грушами. Стараюсь больше не экспериментировать. Вот такая вот, ребята, получилась вторая часть. Спасибо, что посмотрели этот выпуск. Не забывайте подписаться на канал, поставить палец вверх, и до новых встреч, ребята. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok